Я решила покачаться на качельках, еще с вами немножко поболтать, потому что я вспомнила историю, которую я очень давно хотела вам рассказать, но все время как-то не было времени, во-первых, ее рассказать, во-вторых, непонятно было, куда ее вставлять, потому что она про пляж и про то, как иногда странно ведут себя люди в общественных местах, а как бы я сейчас на пляже, поэтому она будет в тему. Причем мы как-то недельки, наверное, две или три назад с Мией в выходной день решили утром, до ее обиденного сна, пойти прогуляться на наш пляж. Наш пляж, я имею в виду тот, который возле нашего комплекса, он не относится ни к нашему комплексу, ни к ближайшим отелям, это городской пляж, он не приватный, то есть туда может прийти абсолютно любой человек, и он не отличается какой-то чистотой или красотой. В субботнее утро мы с Мией берем колясочку, берем с собой всякие там напитки, перекус и идем на наш пляж, чтобы просто поиграть. И спустя некоторое время приходят туда две туристки, они очень громко разговаривали, у меня не было цели подслушивать их разговор, но они так громко общались, плюс они сели прям возле нас, хотя пляж был практически пустой, но они сели прям против нас, и получается я слышала все, о чем они разговаривали, каждую деталь их диалога, поэтому я знаю, что они приехали из России, и приехали они сюда на отдых. И это были две девушки, одна лет, я так думаю, 40 за 40, вторая лет 60, то есть и у них с ними был еще маленький ребенок возраста один вот в один, как Мика. Я по разговору поняла, что это, получается, мама с сыном, и, как это будет по-русски, свекровью, вот, со своей свекровью они, значит, пришли на этот восхитительный, шикарный пляж отдыхать. И, получается, у них ребенок пристегнутый в коляске, то есть они как приехали на этот пляж, они его пристегнули, и вот его нога, она не ступила на песок вообще ни на секунду. Они пришли с ребенком на пляж, но ребенок у них вообще, не как с пляжем, не контактирует, он у них сидит пристегнутый в коляске, сидит с грустью, смотрит на нас с Мией, потому что Мия у меня просто как маленький чертенок, вся в песке, в грязи, в круассане, вот так вот бегает на пляжу, делает, что хочет, но я считаю, что дети для этого и приходят на пляж. Я вообще не супертревожная мать, как вы уже заметили, и я считаю, что наоборот, чем больше ребенок контактирует с природой, тем лучше, у него вырабатывается иммунитет, и вообще в целом это самое лучшее, что может быть для развития. Если уж мы пришли на пляж, это как-то кощунственно пристегивать ребенка в коляске, особенно, когда ты сам купаешься в море и загораешь, а твой ребенок просто сидит и смотрит на тебя. Для меня это, конечно, дичь, но, опять же, каждый выбирает сам, как воспитывать своего ребенка и что с ним делать. Если это их выбор, окей, как бы я своего ребенка так воспитывать не буду, у нас Мия делает как бы все, что хочет, в пределах разумного. Почему этот малой сидел с грустью в глазах на нас смотрел? Я уже хотела даже пригласить его в игру, потому что я думаю, ну ладно, мама со свекровью, как бы хотят, наверное, отдохнуть, они зашли один раз поплавали, потом вышли, позагорали, еще раз пошли поплавали, но ребенку скучновато, как бы у нас тоже ребенок точно такого же возраста, вот они прям вообще, знаете, у них разница может месяц, прям видно очень хорошо было по размеру и по развитию, что ребенок ровесник. Как бы Микки будет повеселее, может его позвать, потом думаю, тоже как-то некрасиво в чужую семью вклиниваться, ну, может быть, мало ли что, у них там какие-то особенности воспитания, да, я ж не знаю, что у них там происходит. Ну, как бы не стало, они сами не подошли к нам познакомиться, и я тоже думаю, ну, не буду лезть, если у них ребенок пристегнутый сидит, может он болеет, например. Ну, не имею в виду, как бы, какие-то серьезные заболевания, может он простуженный, поэтому ему в воду нельзя, ну, мало ли чего там может быть. Вот, значит, мы сидим, играем, все, и наступает минута X. Я ранее сказала, что этот пляж не отличается ни красотой, ни чистотой, и он не точно уж не является приватным. Вот пляж, на котором мы, это приватный пляж, приватный остров, к которому могут попасть только жильцы отеля, в котором мы живем, и все, и персонал, который здесь работает. То есть не может сюда просто сейчас кто-то приплыть и делать то, что он хочет. Нет, если вы живете здесь, вы здесь находитесь. Тот пляж, который возле нашего комплекса, он, блин, общественный, туда может прийти кто угодно. Вот так вот, сидят они возле водички, сидим, мы с Мией играем, и приходит товарищ китаец. Вот, опять же, я не очень хорошо именно азиатские нации различаю между собой, но там я почему-то вот по визуалу и по одежде, и по всему остальному сделала вывод, что это все-таки был китаец. То есть я как бы чуть-чуть уже начинаю различать, то есть китаец от китаец, например, я могу различить. Это был тоже как бы парень-турист, чисто вот по визуалу, и он пришел туда погулять со своей собачкой. У него была маленькая собачка такая, знаете, типа Чихуахуа, наверное, что-то в этом духе. Ну, то есть вообще вот эти вот карманные песики. И он с этой собакой гуляет, и собака, естественно, свои пипи сделала на пляже. Блин, что там началось? Это просто, во-первых, я не особо понимаю, когда люди начинают выяснять отношения за границей с людьми на русском языке. Товарищ китаец не обязан знать русский язык, и вообще никто не обязан знать русский язык. Если вы путешествуете, пожалуйста, хотя бы минимально как-то учите английский язык. Я не капец, не обладаю какими-то способностями к иностранным языкам, честно вам скажу. Но все равно хоть что-то я могу сказать, я могу объясниться в любой, наверное, конфликтной ситуации, даже на каких-то, используя какие-то базовые слова. И это очень помогает по жизни. Если вы, там уже разговора, было понятно, что они были на всех пляжах мира, и нигде такого не было, чтобы собаку выгуливали. Если у них есть возможность летать на все пляжи мира, можно было хотя бы пару слов по-английски выучить, как мне кажется. Ну ладно, сделаем ремарку на то, что это возрастные люди. Хотя, опять же, насколько возрастные, если у них ребенок моего возраста, я делаю вывод, что женщине этой, скорее всего, был лет 40. Ну, вряд ли она его в 60 родила. Они начали, короче, жестко наезжать на этого китайца и орать на него на русском. Если вы тоже, как и мы, хотите отправиться в такую замечательную поездку, то, как всегда, мы рекомендуем наших друзей из компании Thai for Travel. Это лицензированное экскурсионное агентство в Таиланде, которое специализируется на Паттайе, на Пхукете, у них более 70 направлений. Мы обязательно оставим ссылочку в описании к этому видео, у них очень удобный телеграм-канал. Те, кто постоянно смотрит наши видео, уже знают про это, что у них там каждое направление выведено в отдельную папочку. Вы можете ее открыть, почитать там цены, отзывы, посмотреть фотографии реальных людей, которые были на этих экскурсиях или в таких замечательных отелях. Плюс ребята помогают и с трансферами, и с бронированием отелей. Короче, полностью организуют шикарный отдых для вас в Таиланде. Поэтому, если хотите повторить этот трип, ссылочка в описании к этому видео. Естественно, и у меня, и у этого китайца ничего, кроме ржаки и смеха, это не вызывает. Потому что вы пытаетесь что-то сейчас доказать здесь, вообще в другой стране, да, за границей, человеку на языке, который он вообще не знает. Но что меня начало прям сильно подбешивать, то, что они тоже стали на него орать на русском языке, что они начали орать матом на весь пляж. А даже опустим ту информацию, что с ними сидит их же маленький ребенок, который все это слышит и видит вот это вот суперадекватное поведение своих мама и баба. У меня элементарно здесь ребенок мой, на вашего пофиг, не надо при моем ребенке матом орать на весь пляж. И я просто подумала, что, боже, какое складывается впечатление из-за таких людей вообще в целом о русскоговорящих, которые приезжают за границу. То есть именно по таким людям потом будет делаться вывод о том, что все, кто говорят на русском языке, вот так себя ведут. Мне было неприятно, мне было стыдно, мне хотелось заступиться даже за этого, ну, как бы молодого человека, потому что, как по мне, это просто верх хамства. И мое мнение заключается в том, что они абсолютно неправы. Во-первых, не хочу расстраивать этих дам, вдруг они, может быть, даже посмотрят это видео, но в Паттайе на пляжах постоянно гуляют стаи собак. То есть у них в чем была претензия? В том, что они сидят с ребенком на пляже, а рядом, извините, собака делает свои дела. Ваш ребенок за час, который вы сидели на пляже, даже ногой песка ни разу не коснулся. Он у вас сидел всю дорогу пристегнутый. Какая нафиг вашему ребенку разница, пописала в трех метрах от него собака или нет, если он даже не играет в этот песок. Ладно, если бы я сделала замечание ему, потому что у меня ребенок сидит, ну, там, замки из песка строит, ковыряется в песке. Ну, вам какая нафиг разница? Он у вас сидит весь там, не знаю, санитайзером обмазанный, в кепке, в шапке, весь там просто вот так, как, ну, типа, не шелохнуться, шаг лево, шаг право, расстрел. Он даже этот песок не трогал. Какая вам разница? Я не понимаю. Окей. Но даже если бы их ребенок бегал по пляжу, на этом пляже мы с Юрой миллион раз видели, мы с Юрой постоянно находим, просто вечером гулять с Мией. Постоянно бегают стаи бродячих собак. У нас вообще возле комплекса живет огромная стаи бродячих собак, которые не только пипи, они, я думаю, и кака тоже, в смысле, и не только кака. Вы понимаете, дикие собаки, просто дворняжки, ну, они бегают стаи по этому пляжу, делают свои дела. Они вообще на этом пляже были, будут, и они больше вообще имеют право, мне кажется, даже на этот пляж, чем мы, которые сюда приехали, потому что они спокойно веков на этом пляже, блин, тайском, по-таинскому будут тусить, делать свои дела. И как бы, ну, о чем вообще здесь может идти разговор? Я не понимаю. Это не отельный пляж, на который не может никто пройти, или есть какой-то знак, что нельзя там гулять с собакой, например. Опять же, я могу понять владельцев собак. У нас нет собаки, но я понимаю людей, туристов, которые приезжают со своими животными. У них же много семей, у которых вообще, например, нет детей, и у них есть собачки, либо кошечки, и их домашние питомцы, они как члены их семьи. Я знаю очень много людей, которые с своими собаками путешествуют по миру, они ездят в Дубай, с ними в Таиланд, я не знаю, в Париж, еще куда-то, они везде стаскают с собой этих своих собачек. И что делать этим хозяевам собак, если в Паттайе, например, нет зон специальных для выгула или для справления нужды этих животных. Здесь есть только городские пляжи, здесь нет особо-то каких-то парков, да, ну вот заселился человек с собакой в кондике, ему нужно куда-то собаку выгулить. Ну куда ему, куда ему идти, ну не на асфальте же и присаживаться. Ну вышла она на пляж, да, окей, делала свои дела. Сейчас вообще все люди, особенно те, которые путешествуют, у них как-то более-менее, я думаю, есть понятие о нормах поведения в обществе, хотя, судя по этим дамам, как будто бы нет. То есть, как бы, я видела, что у него в руках был пакетик, и все вот эти собачники, я вижу, как бы, те, кто гуляют в таких местах, у них всех с собой есть пакетики. Как бы, окей, он просто, даже если она сделает свое это грязное дело, соберет это все дело в пакеты и унесет, и все, забыли. Зачем устраивать такой кипиш, зачем орать на весь пляж матом при детях, на русском языке вот это все. Ребят, понимаете, там не то, что они к нему сказали, подошли и попросили. У нас здесь маленький ребенок, не могли бы вы отойти, там, например, на 5-10 метров в сторону для того, чтобы, там, не знаю, ваша собака делала свои дела в отдалении от нашего ребенка. Они просто сходу начали на него, ты, пэ, да пошел ты на хэ, прям, вот так, в смысле. Ни в одной вообще такой стране, ни на одном пляже мира такого нет, чтобы собакой гулять. Во-первых, есть, не хочу вас расстраивать, люди, но вообще-то есть. Вот мы сейчас даже находимся в этом отеле, и здесь живет одна семья, собачка, у них такая, знаете, вот это, как это, невеслоухая называется? Китайская хохлатая, когда на суше вот такая волосня свисает, и все прекрасно, она возле нашего домика гуляла, я видела, она и в воду заходила, мне не брезгливо. Короче, вот как вы считаете, вообще, собаки и собачники имеют право выгуливать своих животных на общественных пляжах? Мое искреннее мнение, можете со мной не согласиться, отписаться, я не знаю, что могут. Я считаю, что домашние животные даже доставляют меньше мусора, меньше дискомфорта окружающим часто, чем даже те же дети, несмотря на то, что у меня у самой есть ребенок. Я искренне так считаю, что, ну, не все дети хорошие, не все дети воспитаны, не все дети умеют вести себя в обществе. Иногда лучше находиться даже в присутствии тех же собак, чем в присутствии или взрослых людей, которые вот, ну, таким образом себя ведут. Я лучше рядом с этим буду китайцем сидеть, который пришел погулять со своей собакой, ну, пописает она возле меня, но я от этого не растаю. Ну, как бы, ну и что? Я повторюсь, там просто водят толпы этих собак, просто постоянно. Мы с Юрой один раз пошли на этот пляж, вечером взяли фрукты, сели на пляже, сидим, едим фрукты, просто прибежала собака, перед нами села, сделала свои дела и дальше побежала. Она, в смысле, на разрешение не спрашивала, может ли она на этом пляже посикать. Мне было очень неприятно, мне было... И знаете, мне еще что не понравилось? Что вот он уже ушел? Это, в смысле, секундное дело. Ой, там так рыба прям выпрыгивает из воды, вообще обалдеть. Ну, я не успею снять прям прыгучая какая-то. Короче, это было... Буквально три минуты этот конфликт длился. То есть, вот этот китайец, он поржал, дал своей собаке пописать и просто ушел. А они эту тему еще сидели, мусолили, не знаю, минут 30, наверное. Офигеть, там вот такая прям рыбина. Минут 30 он сидел, эту тему еще мусолил. Они, точнее, мусолили. И специально это все так громко, на повышенных тонах. И то есть, видно было, что они понимали, что я говорю на русском, что они хотят меня вовлечь в этот конфликт. То есть, они сидят и ждут от меня реакции, что скажут, да, я тут с ребенком, а они тут писают возле меня, там, чем-нибудь в этом духе. То есть, видно было, что они хотят, хотят вот этот, знаете, негативный маятник раскачать, вовлечь меня во всю вот эту движуху, а я сижу, игнорю. Вот я сижу, молчу, потому что я не хочу с вами коммуницировать вообще, превращаться вот в эту базарную тетку, обсуждать этого бедного китайца, еще что-то. Я вообще, на самом деле, у меня вообще мысль была им замечание сделать, потому что для меня это не окей, вот такие устраивать конфликты, блин, при мне. Я не хочу слушать, как мои соотечественники на русском языке кроют иностранцев матом. Мне неприятно, потому что потом будут ассоциации, как бы, ну, складываться у людей. Что я такая же, а я не такая же. Короче, неприятно это все было. И вот они там разгоняли, 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 и они так меня достали, что мы с МИ уже просто оделись и ушли, потому что я уже не могла сидеть, слушать этот негатив, как они сидят и, как бы, этими херами кроют этого бедного китайца. Ну, короче, вот такая вот ситуация. Я не понимаю, зачем люди себя так ведут, господи, отдыхайте себе спокойно. Вы приехали на отдых в Таиланд. Оставили там, не знаю, своих мужей. У вас один ребенок, две женщины. В принципе, можно вообще нормально друг друга подменять, отдыхать. Что вам не имется? Мне кажется, это какое-то, знаете... Короче, если бы не этот китаец, они бы нашли другой способ посидеть и понегативить. Вот они бы до меня докопались, что мы что-то так не с МИ и не то делаем. Они бы до кого-то еще докопались. Вот это тип психики найти везде ГЭ и в этом ГЭК сидеть копаться. Вот просто желание постраться, оно на первом месте. Потому что их негатив, он начал литься с самого первого. Вот как они только пришли на этот пляж, они же очень громко разговаривали. Вот все, все им было не слава богу. Вот все. Что у нас в этот Таиланд отправил наш там Валера образ. Я не помню, как зовут его. Вот мы лучше, Людочка, на даче поддохнем. Вот зачем мы нас в этот Таиланд отправили? Это вообще... Вот мы в следующем году возьмем Славика и поедем на дачу. Как мы там отдохнем? Вот отдыхайте на своей даче. Не надо. Ездите в Таиланд, пожалуйста. Оставьте Таиланд у людей, которые хотят просто умиротворение, и спокойствие, и не хотят ругаться и записывающих собак. Ой, короче, как-то так. В общем, наконец-то, знаете, у меня прям этот камень с души. Я так долго хотела эту историю рассказать, и все некогда было. А вот нашла время. Блин, какая красота. Смотрите. Опа. Ну что за виды? Просто паунти райское наслаждение.